Первые дома это новострой 21 век, подрядчик Саргорстрой. На следующей неделе должны въехать. Речь о дольщиках из Новосоколовогорского поселка. В десятиэтажках заканчивают монтаж котельной. Специалисты проводят воду и устанавливают в квартирах газовые плиты. Незаконченные работы и во дворе жилых домов. У нас стоит срок 25 декабря. Здесь присутствует подрядчик. Он, конечно, просит еще 2-3 дня, но мы стоим на этом сроке 25 декабря. Вы уже котельную затопить должны 20-го числа, а вы еще яму не закопали. Как так? Я же за вами наблюдаю. Вы думали, что само собой все происходит? Все ваши указания, все строго мы как бы сказали, должно сделать. Но яма-то закопается, закопает яма. Справят новоселье до Нового года и балаковские дольщики. В городе готовятся ввести в эксплуатацию один из долгостроев. Дом номер 5 компании «Саратов Гестрой». Остальные два довести до ума пока не получается. Под одной многоэтажкой нужно оформить землю. А для другого объекта еще не нашли инвестора. Ситуации, они разные. Вот сейчас в Саратове рассматривали один из домов. Это ЖСК-строитель, где полгода вроде бы собирались строить, а в конечном итоге строитель уже не может начать стройку. Значит, нужно проходить большое согласование со всеми дольщиками того или иного ЖСК. То есть случаев очень много. И всех мерить под одну гребенку смысла нет. Говорили на совещании и о преступлениях. Полицейские завели уголовное дело за обман дольщиков из Энгельса. Они вложили в строительство в поселке Зеленый. Дом оказался проблемным. По словам чиновников, бизнесмены из другого региона не выходят на связь. Там работают коллеги из Москвы. Поэтому, если есть, в Москву пошлете. Мы там состыкуемся и проработаем, да, проработаем. Вы, я знаю, кто вы. Я примерно представляю, кто вы и как к вам это все перешло. Поэтому там надо работать в полном росте, Александр Ильич. Я окажу помощь в Москве. Пока наш регион входит в десятку самых проблемных по обманутым дольщикам. В области 26 долгостроев. Дюжину из этого списка чиновники пообещали достроить уже в следующем году. Роман Базан, Вячеслав Соленков, Саратов, 24.